Привет всем любителям кино! Фантастические твари главный осенний блокбастер этого года, поэтому начнем без лишних предисловий и рассмотрим критику к фильму. Как всегда, от низких оценок к высоким. Ефим Гугнин, фильм.ру, оценка 4 из 10. Вроде и сеттинг у фантастических тварей интересный, и история вполне способна добавить в мир чародейства и волшебства любопытных деталей. Вот только с каждой работой Роулинг, ее описанина все больше напоминает фанфикшн. Василина Сверидова, катанавты, оценка 5 из 10. За счет того, что в преступлениях Грин-де-Вальда появилось так много новых персонажей, в какой-то момент на второй план ушел сам Ньют. При этом, фильм по-настоящему оживает, именно когда в кадре начинает действовать Эдди Редмейн и сами фантастические твари. Ленар Гимашев, плачет ин, оценка 6 из 10. Признаться, сюжет выглядит на бумаге очень интересно, но подает его настолько сжато и рвано, что толком ничего понять не получается. Более того, волшебный мир представлен очень поверхностно. Дмитрий Сосновский, российская газета, оценка 3,5 из 5. В целом, отсутствие серьезного литературного базиса все же заметно сказывается. Уровень проработанности и убедительности мира не идет ни в какое сравнение с тем, что нам явила киносага Гарри Поттере. При всем этом, проект имени Скамандера остается беспрецедентно красочным, местами необычайно содержательным и остроумным, а также, что особенно важно, бесконечно перспективным. Юлия Лялина, кинопортал Киноговно, оценка хорошо. Экшена много, персонажей много, мрачности много, эффектного CGI много, а еще много сложносочиненных в завихрении сюжета, сутологи и оттаптывания собственного канона. Елена Громова, киноафиша, оценка хорошо. По сути, даже второй фильм франшизы так и остался большим предисловием к грядущим событиям. Роулинг и Ейтс концентрируются на знакомстве зрителя с новыми героями. Их фильм в чем-то похож на монографию по истории, в данном случае волшебного мира. Антон Долин, Медуза, оценка отлично. Драматургически, визуально, музыкально, это эталонный современный блокбастер, способный объединить зрителей разных поколений. У фильма только один ощутимый недостаток, его ни в коем случае нельзя смотреть тому, кто не видел или не помнит первую серию. Павел Соломатин, Интермедия, оценка 5 из 5. Из картины убрали все лишнее. Каждая сцена работает на развитие истории и раскрытие персонажей. Сиквел смотрится заметно динамичнее, чем первая часть, при этом воспринимается в первую очередь не как блокбастер со спецэффектами, а как красивая драма. Мнения критиков серьезно разделились, но все-таки хороших оценок больше. Но идти или не идти на этот фильм в кино решать только вам. С вами был Кинодиван, понравилось видео, ставьте Гарри Поттера и подписывайтесь на канал, будет много интересного. Продолжение следует...